Манас Бахапаулу был ранен 29 апреля. Он рассказывает, что таджикские солдаты внезапно открыли огонь, когда жители приграничных районов начали бросать камни. Манас был доставлен в областную больницу в критическом состоянии, но благо сегодня он идет на поправку благодаря усилиям врачей. На границе было много людей, некоторые начали бросать камни, потом внезапно началась стрельба. Мы были первыми, кто был ранен и первыми, кто прибыл в больницу. Нам незамедлительно сделали операцию, сейчас все хорошо. Первые раненые прибыли в нашу больницу 29 апреля в 3 часа дня. Ситуация была очень сложной, в первую очередь на психоэмоциональном уровне. У многих, кто получил огнестрельные ранения, внутренние органы были повреждены. Они были в шоковом состоянии. Благодаря оперативному вмешательству высококвалифицированных врачей удалось спасти десятки жизней. Но, к сожалению, не обошлось и без жертв. Несмотря на все усилия медработников, некоторые скончались прямо в больнице. На сегодняшний день ранения получили 179 человек. Из них 34, к сожалению, погибли. От имени министра здравоохранения и социального развития я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свои глубочайшие соболезнования семьям и близким умерших. Трагедия затронула сердца каждого жителя страны. Граждане со всего Кыргызстана помогают семьям жертв и раненым в Баткене. Предоставляется еда, одежда и медпомощь. Мы переговорили с пострадавшими, которые были вынуждены покинуть свои дома. У нас есть своя хирургическая клиника. Мы готовы предоставить всем раненым бесплатную помощь в случае необходимости провести операцию, независимо от ее сложности. Последствия трагических дней очень печальны. Мы собираем помощь в Аше и направляем ее в Баткен. Мы оказываем поддержку тем, кого эвакуировали и распределили в здания школы. Кроме того, мы помогаем Баткенской городской больнице и привозим все необходимые лекарства. К лечению раненых были привлечены медицинские работники из городов Ош, Джалабад, Талас и Бишкек. Больница обеспечена медикаментами на 2 миллиона сомов. В настоящее время в Баткенской областной объединенной больнице проходит лечение 9 раненых. Их состояние оценивается как стабильное.